Беларусы – нация доносчиков. Такое уражение у многих могло скласться после взлетения киберпартизанами базы звонков беларусов со скаргами на протестовцев. Але насколько часто беларусы доносят один на одного. После массового извольнения незгодных люди боятся обмерковывать политику. Те саправды у кожным коллективе есть информаторы керавника або спецслужбам. Если есть организация, допустим, она в поле зрения органа так называемого правоохранительного, они могут туда прислать своего человека, чтобы он там получил информацию. У базы доносов есть выпадки, коли люди заявляли на своих родных – женку, мати або сына, что вымышая людей доносить на своих близких. Собственная семья – это уже кажется не таким значимым ресурсом. Как милиция вербует своих агентов, руководителей Раева Канкама, своих информаторов в коллективах. Наверное, что в российских школах на занятках лучше писать доносы. И что думают про свои учинки доносчики на беларуских протестовцев. Я, Ирина Малиновская, в сегодняшнем выпуске, скоро кажучи, разом с нашими инсайдерами, попробуем отказать на это и другие вопросы. Еще на начале года милицианты ознагородили Менчука, который активно проявлял свою так называемую гражданскую позицию. И сигнализовал у милицию об здействии неправопорушениях. Человек с таким самым имем и прозвищем стал рекордсменом и поводили известно к черной мапе Беларуси. Это залитые кибер-партизанами известно о доносах на удельников протестов 2020-2021 годов. В службу 102 от него поступило не меньше за 60 сигналов. У большинства выпадков Менчук скарнился на белый-червоно-белую символику. Черная мапа Беларуси изъявилась в осень 2021 года и имела широкий резонанс. На ей отзначены адресы и телефоны некольких тысяч беларусов, и кей телефоновали у милицию, каб паскардицца на суседзе у те протестовцев. Паводли заявницы, ейный сусед не працуя, злоуживая алкогольными напоями, и ездить кожная выходная на митинге у Менск. Павез цырудаука на комбайне ездить Геннадь с бело-червоно-белым стягом. Былая женка Тимошенко инновалирована с дитем, удельничая у митингах у Менску. Мы потелефоновали на некоторую на Морелле, больше суразмолцев адмауляла, что скардилася. Вы оставляли заявочку, что флаг БЧБ на балконе висит. Скажите, пожалуйста, решили ли вашу проблему? Ой, я не оставляла заявку. Ну, в милицию обращались? Нет, я не обращалась, первый раз вышла. А по какому-либо другому поводу обращались в милицию? Может быть, жалобы какие-то были? Нет. На символику? Нет, нет, нет. В 2020 году? Нет, нет, нет. Однако, с некоторыми нам удалось и погуторить, и распытать, чему они так зарабили. В октябре 2020 года вы оставили заявку, что в доме напротив, на третьем этаже, вывесили БЧБ флаг. Скажите, пожалуйста, решили ли вашу проблему? Да, конечно. Почему вы решили все-таки позвонить и пожаловаться на этих людей? Ну, как, что значит, почему? Я узник, значит, фашистов ненавижу. И что еще можно сказать? И что можно еще добавить? А бело-красно-белый флаг, это флаг фашистский? Фашистский? Я считаю, что да. А почему вы так считаете? Потому что я два с половиной года был в концлагере. Это можно понять. То село, в котором я родился, фашисты сошли. А нас с мамой увезли в Германию. Она, она, мы были в концлагере, она трудилась там. Ну, что там рассказывать, короче говоря? Я понял, это вы, наверное, хотите выяснить про себя. Так вот, я вам докладываю. Значит, не надо так. Подумайте хорошенько о том, о будущем своем и о своем результате, о своих людях, о своих детях и так далее. Поняли, да? А что стало с теми людьми, которые вывешивали бело-красно-белый флаг? Это меня не интересует уже. Наш суразмолцы один из тих, кто дякую чезливу киберпартизанов, доведаўся, что на его донесла сусетка. Честно, не ожидал увидеть, что донос будет конкретно про меня. У меня был шок и непонимание, зачем это нужно людям. Донос, согласно киберпартизанам, был 2 сентября. За день до этого меня только выпустили с Жодина. Если бы в то время у милиции не было такой нагруженности, меня могли забрать, получается, уже на следующий день, после того, как бы выпустили Жодина. Сусетка сверху потелефоновала у службу 102 и распавела, что на пешем поверхсе дому живе мужчина, який займаеца протестной дейнастю. Тобок Жаншина скарзялся минавито на политичную позицию суседа, а не на конкретное порушение законодавства. Однако милиция мужчину не покарала. Раней наш суразмолцы не был знайомый сусетка, а ли разом с нашей командой выросил поразмавлять Жаншина, якая поскарзялся на его милиции. — Скажите, пожалуйста, вот вы в 2020 году оставляли обращение по телефону 102 на человека, который ходит на акции солидарности? — У-у-у, я тогда пришли ко мне два милиционера, посмеялись и ушли. Я им сказала адрес, куда идти, а они пошли, им пофиг. Это квартиранты были бы чабешные. Я вызвала, милиция пришла не к ним, а ко мне. А чего они ко мне прутся, если я адрес им дала конкретно? — Знаете, такая тема, вот этот человек в гепке — это я. — Вот это тот, который на первом этаже жил? — Это я, да. В любом случае, давайте на этом мы расстанемся, что у всех своя правда, я правду на вас зла не держу, и вы на меня зла не держите. — Почему я на тебя зла, парень? Злодный какой-то я на тебя буду держать. Ты мне ничего плохого не сделал. Просто, ну, я не знаю, ну, я не знаю, кого слушать вообще. Некоторые отмысловцы лишат, что публикация базы доносчиков, которые скарзили себя в милицию на людей за их гражданскую позицию, и размобы с ними на доносчиков нияк не поуплывают. — Эти люди, которые, в нашем самом понимании, донесли, они часто с собой гордятся. Они как бы чувствуют, что они совершили правое действие, поэтому как бы дианимизировать их довольно бессмысленно. С их точки зрения они нашли врага. Былый подполковник милиции Александр Азаро, який долгий час отпрацовал в губазику, обвергая міф, что типовый доносчик — это женщина сталого взрослого, который сейчас выглядывает порушальника в парад, куда телефоновать в милицию. На практице доносчики люди разные. — Примерно, они хотели служить в милиции и ловить преступников. Вот, ну, в них не получилось. Но они хотят помочь милиции ловить преступников. И участвовать в операциях им это очень нравится. Другие действуют из корыстной заинтересованности, которым нужны только деньги, им вообще без разницы. Кто-то действует как раз в отношении своих начальников, работать на предприятии, ненавидит руководство свое и готов писать те же доносы, жалобы или участвовать в каких-то мероприятиях, чтобы этого начальника посадили в тюрьму. Если он готов ему дать взятку, то есть он будет давать информацию вот такую. То есть уже у него побуждения другие. По воде Азарова, граждане редко пишут, або телефонуют в милицию, как на кого-то донести. Под час працы спадара Александрову базику такое сдаралось пару разов на месяц. На почту приходила анонимная информация о людях, которые, по мнению человека, который писал письмо, совершают противоправные действия. К примеру, занимаются мошенничеством, торгуют наркотиками и так далее. По этим заявлениям проводилась проверка. На политические темы я не встречал сообщений вообще. Со словом Азарова, после таких поведомлений редко начались и криминальные справы. Было упадковую информацию тяжко проверить, собрать доказы. Тому добрый следователь мает свою сетку агентов. Люди думают, что шпионы есть в каждом коллективе, в каждой компании. Однако Азаров каже, что это немогчимо. Во-первых, чтобы найти агента, это нужно подобрать специального человека, который на это согласится. Вы, к примеру, в своем круге лиц подумайте, кто согласился бы на такое. То есть реально найти тяжело такого человека. Их, конечно, могут кому-то специально подсылать, если есть организация. Допустим, оно в поле зрения органа, так называемого, проохранительного. Они могут туда прислать своего человека, чтобы он там получил информацию. Большое заблуждение, что везде агенты. Больше затое требует уметь завербовать человека. А это сделать далеко не каждый следователь. Я, к примеру, по моей службе в том же ГУБОПИКе, хочу сказать, что вот у меня был отдел подчинений семь человек. И в этом отделе только, наверное, два умели вербовать агентов. То есть это еще большое умение. Вы же не подойдете к любому человеку и скажете, давай, ты будешь моим агентом. Чтобы завербовать человека, нужно обладать навыками специальными, которыми невозможно научиться каждому. Соответственно, нет разветвленной агентурной сети по всей Беларуси. Часто кировничество организации так само не осуществить информатора в коллективе. Иры на дажнивне 2020 года працевала державные службовцы у Раевой Конками. И узгадывая, что высший руководитель любил мимоходом подчиняться, про что говорить в коллективе. Например, подписываешь какие-то документы свои, или вот так, к рабочему вырежет, вот, а кто там, а что там, а как его дети, а о чем говорят. Ну, было такое, да? Ну, мне прийти такие, как бы, эти доносы. Я предпочитаю открыто сказать свое мнение. А вот селяне, каже еще одна наша суразмовца, была и чиновница, любят поскаржиться один на одного представника Улады. Могли прости и рассказать про знакомого суседней вёсты, який лишние три гектара себе забрал. Попросить, как с ним разобрались. Але покидать свое имя и прозвище, або писать письмовую заяву на его, отмавлялися. А вот, когда доходило до конфликтов, выкладывали один про одного усе. Знаете, даже не касаясь событий этих, я был просто в шоке. В Ольга еще два месяца тому працавала референдка инспекции МПС в одном из районов в Беларуси. Официна ей извольнили на походнение боков на справе с политичных мотивов. За комментарий с отецы, стверждает она. На ейную думку донесли на ей близкие, бо отбылось их это после великой сварки с ними с политичных причин. Ну, у меня такие есть почти родственники, которые, как сказать, очень у нас отъявленные и батьки. Ну, я, конечно, не уверена на сто процентов, но мне почему-то кажется, что все-таки, наверное, был звонок. Ну, чуть ли не угрозы мой адрес поступали. Но в результате, не знаю, там прошла неделя или нет, меня вызвала в себе начальница. Ну, она спросила у меня, как я отношусь к нашей власти. Я, конечно, юлить не стала, высказала все, что я думаю. Ну, в плане войны, конечно, про войну шла тема. Просто это совпало в течение недели, это все произошло. Психолог каже, что зъявок или родные люди доносить один на одного характерное именовито для авторитарных краинов. У их приналежность до семьи не такая важная, як приналежность до громадства. В авторитарном режиме там ведь отец народа, да, это, собственно, правитель. И там создается такое ложное представление у человека, что для того, чтобы выживать, успешно выживать, да, пользоваться социальными лифтами, мне нужно иметь покровительство отца, но это как бы власть, там, лидер авторитарный, да. И поэтому собственная семья, это уже кажется не таким значимым ресурсом. Но понятно, что это происходит не просто так, потому что, в общем-то, природно дети привязаны к родителям, родители к детям. Обычно нужно несколько десятилетий для того, чтобы вот эту систему мать-ребенок так серьезно разрушить. И разрушается она извне, как правило, да, такими жесткими авторитарными режимами. Люди доносить один на одного и у демократичных краинах. У той же немецче не поведомить про суседа, який неправильно сортует смете, або бье дитя лишится добрым учинкам. Историк Александр Фридман бачит розницу помеж нашими краинами. Одна справа, когда злочинство саправды погрожает громадству. Из усим иначе выглядит ситуация, когда доносчик клопотится про интересы державы. А поведомление мая характер политичного переследу, и людей карают не за злочинство, а за иншадумство. Бо там у диктатуры, звучайно, там худше зробить некий карный крок, чем будуть на самой справе разбираться, тих, этот человек нечто зробил, тих, не зробил. И калли вам нефта не падабаецца, и у вас просто пачутцё некая пачутцё помсты, вы у гэтай дитаторской системы можете вельми лёгко звести рахунки с гэтым человеком, что и отбывалось и у советской истории, ну и сегодня фактично отбывается в Беларуси, в России. Суседняя Россия с начала войны так само сутокнулась с хвалей доносов. По водле нового артикула об дискредитации российской армии уже распространены больше за 2000 справов. На годы у может стать и цитование в интернете, и плакаты супер против войны. Есть эти справы, заведенные про сдоносы. Про это рассказала нам Александра Архипова, социальный антрополог, которая избирает базу известных о справах, заведенных за антивоенные деяния России. В городе Звенигороде, под Москвой, когда на третий классника, третий классник написал в школьном чате «Слава Украине!» На третий классника стукнул папа-одноклассника. То есть папа-одноклассника увидел в школьном чате сына сообщение «Слава Украине!» Это третий класс. То есть ребенку, например, 8-9 лет. И папа радостно об этом сообщил, куда надо. Полиция пришла, вызвала мальчика и его маму, они побеседовали, ну как бы никаких мер предпринимательных стали, но согласитесь, что случай довольно вопиющий. Антрополог Александра Архипова поделяет доносы на три умовные типы. Первый, когда человек доносит, мающий на мэте нечто отримать за свою активность. Другий, донос в деле своего выртования. И третий, это логичный, когда нема непосредственной выгоды. Именно в это опошние стали частей сустракаться после российского уворования в Украину. Это обратная сторона той мышцы, которую мы прокачивали много лет, которая называется гражданский активизм. Ну, то есть, как бы, если мы видим, например, идем по улице и видим, что бьют ребенка или тащат куда-то его явно против воли, мы бы скорее сообщил в полицию, правда, это гражданский активизм. Поэтому люди, которые сейчас совершают то, что мы называем доносы, они считают себя не доносчиками, они считают себя гражданскими активистами. Не так давно у России наставник истории дал школьникам заданий написать донос. Проходили тему сталинских репрессий. Мы это задание со словом наставника Кабдете сразумели, какую роль отыграло насильство в борьбе с ворогами народов. Результат был, ну, как бы, так скажем, такой разноплановый. С 16 школьников только один отмывался в конводе это задание. Полова схитрила и знайшла у интернета генератор доносов, який усек придумал за их. А один навучениц написал донос на наставника. Ну, в целом, да, как бы, было забавно, вот, действительно, получить донос на самого себя. Это такой, как бы, своеобразный выверт, да, этой ситуации. Действительно, часто бывало так, ну, как бы, в 30-е, да, года о том, что те люди, которые, условно говоря, организовывали политические кампании, ну, например, да, самые известные примеры, это, конечно, Ежов и Егода, да, они сами стали потом жертвами этих же самых политических репрессий. Психолог означает, что отметная рыса громадства, яким высокий узровень поклепал, это высокий узровень страху. Антрополог Александра Архипова дадает, что сегодняшний феномен доносов у Беларуси до России показывает отсутность нормального способа коммуникации с уладами. Таким чином наполоханные люди спробуют отказывать на пытания, а кто ворох. Как бы тебе президент говорит, что кругом враги. Они хотят плохого нашему государству, надо бы плевать как мошку. И ты вдруг видишь, что едешь в метро, видишь, что девушка соседняя рядом слушает Зеленского, и ты о ней сообщаешь. Ты таким образом нашел врага. И ты выполнил, нашел врага, ты выполнил важную функцию, ты успокоил себя, но самое главное, ты убедился, что президент прав. И это такие добровольные помощники президента, они искренне воспринимают себя в таком качестве. И они таким образом искренне убеждают, что президент прав, враги кругом есть. Поэтому любое гражданское противостояние, будем честны сейчас, в России происходит холодная гражданская война. Собственно говоря, как и в Беларуси. И эта гражданская, холодная гражданская война вызывает в частности волну доносов, потому что люди пытаются провести границы. Люди пытаются показать, что мы не такие, как они, мы-то Зелецкого метро не смотрим. Ведомый пример. После объединения немецкие улады открыли архивы штаза. Каждый гражданин может посмотреть досье, которое на его создавались подчас коммунистической улады, и узнать, кто на его доносил. Для великой количества людей это вплывало на приватные соотношения с близкими. Были люди, которые разрывали связи с доносчиками, другие пробачали, потому что виноваты улучшили всю систему, которая пановала в тот час. Были и те, кто вообще не зазернул в документы. Историк Фридман каже, что подобные решения придется примать и беларусам у выпадку смены улады. Что делать с этими архивами? Отчинить эти архивы и позволить гражданам на это поглядеть? Ну, это могут быть и негативные психологические реакции в гражданстве. Но если это не делать, то понимание, рефлексии над этой темой не будет. Исно, есть на самой справе вероятность, что история повторится. Как бы это не было больно, все же таки архивы отчинять треба и информацию о этой треба показывать. Из моего пункта. Когда проанализовать звездки базы киберпартизанов, на сегодняшний день количество доносчиков не превышает на вот половые отсутки от всего населенства Беларуси. Я, Рына Малиновская. Это было опошнее выдано, что и расскажите, в этом телевизионном сезоне. Я развитываюсь с вами. До встречи в вересне. Как бы не пропустить новых выданий программы «Счера кажучи», подписывайтесь на наш YouTube-канал и долучайтесь до наших группов в социальных сетках. Эта программа была створена белорусским расследовательским центром для Белсад ТВ.